В актовом зале школы «Надежда» собрались ее ученики со своими родителями и гостями праздника. Представителями и воспитанниками Международного образовательного учреждения в Назаревском и Одинцовскими депутатами-единороссами. И хочу с огромным удовольствием Ксении Сергеевне сказать огромное спасибо нашим друзьям, которые сегодня у нас гостя. И нам очень приятно, что делают добро такие замечательные, красивые люди со своими родителями, со своими детишками. Ребятам подарили то, что они сами попросили к Новому году. Детям и родителям презенты вручили ученики и представители международной школы. Дети сами собирают подарки для своих сверстников. И, соответственно, мы запросили у вас родителей, что бы вам было необходимо, для того, чтобы у ваших деток было что-то, что их порадует. И ребята готовили сами эти подарки, выбирали, побывали со своими родителями. Деньги собрали наши ученики. Это акция благотворительности. Ученики, учителя, все сотрудники нашей замечательной школы. Помимо подарков, детям презент достался и самой школе – телевизор. Нам подарено уникальное оборудование для ребят, у которых есть сложности по здоровью. И вот к этому оборудованию у нас, получается, будет этот потрясающий телевизор, что ребята будут выполнять те условия, которые нужны будут для коррекции их различных логопедических, дифитологических, различных моторных функций. Это все будет выводить на этот прекрасный экран. Наши ребята будут проходить реабилитации ничем не хуже, чем в каких-то реабилитационных центрах, именно когда тренируются высшие психические функции. Теперь у нас есть такое оборудование. Воспитанники школы «Надежда» продемонстрировали гостям праздника творческие номера. Ученица первого класса Вика Прокопенко рассказала веселое стихотворение про Деда Мороза. Сама открылась дверь, и вдруг я вижу, входит Дед. Он с бородой в дом упадет, а старший брат твердит тайком. Ты это наш сосед. Как ты не видишь? Нос, нос похож, и руки, и спина. Я отвечаю. Ну и что ж, а ты на бабушку похож, но ты же не она. Лица, какие у тебя оценки в школе? Пятерки. А какой любимый предмет? Математика. А стихотворение для тебя кто выбрал? Я сама это выбрала. Лиза Гринко тоже учится в первом классе. Она гордость школы. Ей 8 лет, а с 4 девочка занимается вокалом. Два раза в неделю. Да, я заняла первое место в Казани на конкурсе. Фестиваль называется «Луч». Ну не только я. Мы ездили туда с мальчиком. Вы дуэтом пели с ним вместе? Да. А в каких конкурсах еще участвовала? Ну не конкурсы. Подкрыли мне ангела фестиваль. И люди как люди еще фестиваль. Моя самая любимая песня уже стала сейчас про семью. В будущем Лиза мечтает стать учителем или воспитателем. Ей советуют быть певицей, но до конца девочка еще не определилась. Международная школа не в первый раз помогает детям подобных учреждений. В прошлом году родители воспитанницы школы «Надежда» обратились к ним с просьбой помочь в приобретении облегченной коляски для их дочери, которая занимается спортом. В прошлом году мы для нашей чемпионки Наташи Шупейкиной, которая занимается слэдж-хоккеем в Одинцовской спортивной школе. Это спортивный клуб «Одинец» для людей с инвалидностью. И коляска была приобретена. Наташа у нас чемпионка, которая ездит очень много лет по всей России в команде победителей, которые все время занимают призовые места. Подарок значительно облегчил жизнь Наташи. Ей стало проще передвигаться на новой коляске, особенно в дальних поездках. В завершении мероприятия ученики школы выступили перед гостями с веселой песней, которую смогли подпевать все желающие. Ольга Дмитриева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».